Тема лекции. Ревматическая лихорадка. Приобретенные пороки сердца. Митральные, артальные. Недостаточность трехстворчатого клапана. Из истории изучения ревматизма. До XVIII века ревматизм рассматривали только как поражение суставов. Врачи считали, что воспаление связано с тем, что какая-то ядовитая жидкость растекается по всему телу. Отсюда произошло название болезни – ревматизм, что в переводе с греческого означает течение. Это понятие в медицину ввел римский врач и естествоиспытатель Клавдий Гален. В XIX веке русский профессор Сокольский и французский врач Буйо первыми описали ревматические пороки сердца. Заслуги этих ученых настолько велики в изучении ревматической лихорадки, что ревматизм назвали болезнью Сокольского Буйо. Русский клиницист, известный ученый Боткин, одним из первых поднял проблему острой ревматической лихорадки. Он считал данное заболевание системным, поражающим в первую очередь сердце и суставы. И тогда же острую ревматическую лихорадку он связал со стрептококковой инфекцией. По терминологии того времени – острый суставной ревматизм. Боткин обратил внимание на связь ревматизма со скарлатиной. Рассмотрим определение острой ревматической лихорадки. Это системное воспалительное заболевание соединительной ткани, возникающее после перенесенных заболеваний, вызванных бета-гемолитическим стрептококком группы А. С преимущественной локализацией патологического процесса в сердечно-сосудистой системе в виде ревмокардита, в суставах в виде полиартрита, в нервной системе в виде малой хореи и кожи в виде кальцевидной ритемы и ревматических узелков. Острая ревматическая лихорадка возникает у предрасположенных лиц, преимущественно молодого возраста, в связи с аутоиммунным ответом организма на антигены стрептокока и аутоантигены поражаемых тканей. Роль бета-гемолитического стрептокока группы А в развитии острой ревматической лихорадки наглядно представлена на данном слайде. Рассмотрим важный вопрос. Так называемые диагностические критерии острой ревматической лихорадки. Эти критерии были разработаны учеными Киселем, Джонсом и Нестеровой. К большим критериям острой ревматической лихорадки относятся полиартрит, ревмокардит, который состоит из эндокардита, миокардита и перикардита, малая хорея, симптомы поражения кожи, в виде кольцевидной ритемы и подкожных ревматических узелков. К малым критериям острой ревматической лихорадки относятся Клинические критерии, такие как артрология и лихорадка, лабораторные критерии, ускорение соя, положительный цирреактивный белок, фибриноген, положительная дифениламиновая проба. Инструментальные критерии – расширение интервала ПКУ на ЭКГ, признаки метральной или аортальной регургитации, а также данные, подтверждающие предшествующую стрептококковую инфекцию, такие как позитивная антистрептококковая культура, выделенная из ЗЕВА, или положительный тест быстрого определения стрептококкового антигена. Кроме того, имеет значение повышение титров противострептококковых антител, таких как антистрептолизин-О, антистрептолизин-С, антистрептокиназа, антиденказа, антигюлоранидаза. Наличие двух больших критериев или одного большого и двух малых в сочетании с данными, документально подтверждающими предшествующую стрептококковую инфекцию, свидетельствует о высокой вероятности острой ревматической лихорадки. О повторной ревматической лихорадке говорят в том случае, когда возникает новый эпизод, но не рецидив первый, проявляющийся кордитом, полиартритом и хореей. Рассмотрим ревматический полиартрит. К важнейшим симптомам ревматического полиартрита относятся поражения крупных суставов, таких как плечевые, локтевые, лучезапясные, голеностопные. Яркие признаки воспаления в виде отека, покраснения, боли и нарушения функций пораженных суставов. Симметричный характер поражения. Летучесть поражения. То есть симптомы возникают, потом могут уменьшаться или исчезать, потом появляться снова. Может поражаться, например, левый локтевой сустав, потом правый локтевой сустав. И еще одна важная особенность ревматического полиартрита. После ревматической атаки никогда не возникает деформация суставов. Симптомы поражения нервной системы при ревматизме обусловлены ревматическим воскулитом, при котором возникают мелкие кровоизлияния и тромбозы мозговых сосудов. Наиболее частой формой поражения нервной системы является малая хорея. Она встречается преимущественно у детей, чаще у девочек. Проявляется гиперкинезами. Это насильственные движения конечностей, туловища, мышц лица, гримасы. Кроме того, характерна гипотония, мышечная слабость и эмоциональная лоббильность. По указанному ниже QR-коду вы можете увидеть яркую клинически информативную иллюстрацию ревматического воскулита, приведшего к малой хореи. Рассмотрим симптомы ревматического поражения кожи и подкожной клетчатки. Они характеризуются появлением на коже груди, живота, шее, лица, кольцевидной или, как ее еще называют, анулярной ритемы. Это высыпания в виде бледно-розовых, безболезненных и не возвышающихся над кожей колец. В подкожной клетчатке могут прощупываться ревматические подкожные узелки. В виде плотных, безболезненных образований, величиной от просиного зерна до фасоли. Чаще всего ревматические узелки локализуются на разгибательных поверхностях суставов по ходу сухожилий, в частности в затылочной области. При значительной проницаемости капилляров появляются мелкие кожные кровоизлияния. Вашему вниманию представлены два примера типичной анулярной ритемы при острой ревматической лихорадке. Начинаем рассмотрение важнейшей симптоматики ревмокардита. Начнем с ревматического миокардита. Для ревматического миокардита характерны жалобы на общую слабость, лихорадку, одышку, сердцебиение. Пациент может отмечать перебои в работе сердца, либо аритмия выявляется врачом, характерны боли в области сердца. В анамнезе отмечается острое или постепенное начало на фоне лихорадки, полиартрита, после или на фоне стрептококковой инфекции. При осмотре кожные покровы, как правило, бледные, отмечается тахипное, уменьшается сила верхушечного толчка, выявляется умеренное расширение границ сердца, тоны сердца становятся глухими, отмечается ослабление первого тона, Акцент второго тона над легочной артерией, в случае возникновения легочной гипертензии, может выявляться патологически третий тон. В этом случае мы выслушиваем ритм голопа. Характерен обратимый дующий систолический шум на верхушке сердца. Артериальное давление, как правило, снижается. При ревматическом миокардите могут отмечаться симптомы сердечной недостаточности, либо по левожелудочковому типу, возникающую из-за гипертензии малого круга кровообращения, либо по правожелудочковому типу. В этом случае симптомы сердечной недостаточности возникают из-за гипертензии в полых венах. Проявление сердечной недостаточности по левожелудочковому и правожелудочковому типам мы с вами подробно рассмотрели раньше. При проведении электрокардиографии в случае ревматического миокардита характерно выявление удлиненного интервала ПКУ. Характерны нарушения ритма и проводимости. Снижается вольтаж ЭКГ. Могут отмечаться изменения зубца Т. Зубец Т может стать сглаженным или отрицательным. Иногда возникает депрессия сегмента СТ. При благоприятном положительном исходе ревматического миокардита в той или иной степени формируется миокардитический кардиосклероз. В случае возникновения ревматического эндокардита и в результате ревматического эндокардита постепенно формируются приобретенные пороки сердца. В первую очередь это метральные пороки, такие как метральный стеноз, недостаточность метрального клапана или сочетанный метральный порог. Кроме того, при ревматическом эндокардите может сформироваться артальный стеноз или недостаточность артального клапана или сочетанный артальный порог, для которого характерны и стеноз, и недостаточность. При ревматическом эндокардите может возникнуть недостаточность трехстворчатого клапана или трикоспидальный стеноз или сочетанный трикоспидальный порог. В процессе формирования приобретенных пороков сердца начинает выслушиваться шум, который будет более грубым, чем при миокардите. Причем звучность систолического шума возрастает после физической нагрузки. Иногда шум становится музыкальным. Может появиться диастолический шум, который, как правило, при ревматическом миокардите не характерен, а вот при ревматическом эндокардите характерен. Происхождение диастолического шума связано с наложением тромботических масс на створках клапана, что вызывает завихрение крови при ее движении из предсердия в желудочек. Эти тромботические наложения на клапанах, отрываясь, могут стать источником эмболии в различные органы и причиной вторичных инфарктов, например, инфаркта почки, инфаркта селезенки. При эндокардите чаще всего поражается метральный клапан, аортальный клапан и, как я уже говорил, реже поражается трехстворчатый клапан. Ревматический перикардит делится на сухой и эксудативный. Для сухого перикардита характерно появление или усиление боли в области сердца, а также такой характерный клинический симптом, как шум трения перикарда, который лучше всего определяется над областью абсолютно сердечной тупости, там, где сердце не прикрыто легкими. В случае развития эксудативного ревматического перикардита боли уменьшаются, усиливается одышка, так как жидкость сдавливает сердце и нарушает его работу, появляются отеки, объективно отмечается набухание шейных вен, исчезает верхушечный толчок, исчезает разница между относительной и абсолютно сердечной тупостью при проведении перкуссии, отмечается исчезновение кардиодиафрагмальных углов, особенно правого кардиодиафрагмального угла, с формированием в дальнейшем характерной для перикардита трапециевидной конфигурации сердца. Тоны сердца глухие или отсутствуют. На электрокардиограмме отмечается подъем сегмента СТ выше изолинии, как правило, во втором-третьем отведениях, во многих грудных отведениях, кроме отведения В1. В дальнейшем сегмент СТ возвращается на изолинию, появляется отрицательный зубец Т. Эти изменения похожи на инфаркт миокарда, однако в отличие от инфаркта миокарда никогда не возникает патологический зубец КУ и нет дискордантности. В общем анализе крови при ревматическом перикардите отмечается ускорение соя и лейкоцитоз. При проведении ультразвукового исследования, которое показано данному пациенту при подозрении на перикардит, выявляется жидкость в полости перикарда. Посмотрите на верхнюю правую часть слайда, где представлена иллюстрация нормального перикарда, и вы видите, что между листками жидкости нет, и воспаленного перикарда с развитием эксудативного перикардита, и мы видим с вами в этом случае между листками перикарда эту воспаленную жидкость. Для уточненной диагностики острой ревматической лихорадки необходимо провести лабораторное исследование. Характерными симптомами являются умеренный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, иногда может отмечаться эозинофилия, моно- и лимфоцитоз. Соя всегда ускоряется, доходя в тяжелых случаях до 50-70 мм в час. Для ревматической лихорадки характерна диспротеинемия с уменьшением содержания альбуминов и увеличением глобулинов. Соответственно, альбуминоглобулиновый коэффициент становится меньше единицы. Повышается альфа-2-глобулиновая и гамма-глобулиновая фракции. Отмечается в биохимическом анализе крови увеличение фибриногена до 1%. В норме фибриноген не превышает 0,4%. Появляется и нарастает С-реактивный белок, который отсутствует у здоровых людей или находится в пределах диагностической нормы. Отмечается увеличение уровня мукопротеинов, что подтверждается выявлением положительной дифениламиновой пробы. Значительно возрастают титры антистрептолизина, антигиллоринедазы и антистрептокиназы. Рассмотрим нарушение внутрисердечной гемодинамики при таком приобретенном пороке сердца, как недостаточность нейтрального клапана. Это пример или частный случай ревматического эндокардита. В правой половине слайда вы видите гемодинамику у здорового человека слева и гемодинамику при недостаточности нейтрального клапана справа. В отличие от нормальной гемодинамики, при указанном пороке сердца, во время систолы нейтральный клапан полностью не смыкается. Возникает регургитация крови из левого желудочка в левое предсердие. И кровь устремляется не только в аорту из левого желудочка, так как должно быть, но и частично поступает против тока крови в левое предсердие. В это самое время, во время систолы левого желудочка, левое предсердие заполняется кровью в норме, которая поступает из легочных вен. Таким образом, во время систолы левого желудочка возникает перегрузка избыточным объемом левого предсердия. В дальнейшем, во время диастолы из левого предсердия в левый желудочек поступает из-за вышеперечисленных причин большее количество крови. Таким образом, в конечном счете, перегрузка избыточным объемом возникает не только левого предсердия, но и левого желудочка. То есть перегрузка избыточным объемом носит сочетанный характер. В дальнейшем, поскольку в левое предсердие кровь поступает из малого круга кровообращения, может возникнуть гипертензия малого круга кровообращения. В ответ на перегрузку избыточным объемом миокард левого желудочка и левого предсердия гипертрофируется. И далее, в случае декомпенсации, гипертрофия сменяется дилетацией. Процесс последовательный. Вначале, за счет перегрузки избыточным объемом, дилетации левого предсердия левого желудочка. Затем компенсаторная гипертрофия. И снова в фазе декомпенсации дилетация. В случае возникновения легочной гипертензии появляется характерная симптоматика острой левого желудочковой сердечной недостаточности в виде приступов сердечной астмы. В тяжелых случаях может возникнуть отек легких. Посмотрите внимательно на данную иллюстрацию. Мы видим с вами метральный клапан. И мы видим состояние метрального клапана во время систолы в норме, когда он смыкается. И неполное смыкание метрального клапана при недостаточности метрального клапана. А дальше возникают все те процессы нарушения гемодинамики, которые мы с вами только что рассмотрели. При осмотре больного с недостаточностью метрального клапана можно обнаружить смещение влево или по-другому кнаружи верхушечного толчка. Реже можно отметить наличие сердечного толчка и патологической эпигастральной пульсации. Два последних симптома возникают в том случае, если нагрузка из малого круга кровообращения распространилась на правые отделы сердца. При недостаточности метрального клапана сначала возникает гипертензия в посткапиллярах. Затем за счет рефлекса Китаева возникает рефлекторный спазм прекапилляров и усилившаяся гипертензия малого круга кровообращения воздействует на правые отделы сердца, приводя к гипертрофии и дилетации правого желудочка и в дальнейшем при декомпенсации правого предсердия. В этом случае и появляется сердечный толчок и возникает патологическая эпигастральная пульсация под мечевидным отростком, которая усиливается на высоте вдоха. При пальпации характерно обнаружение смещенного и расширенного верхушечного толчка за счет гипертрофии и дилетации левого желудочка. Возможно появление сердечного толчка и пальпация визуально определяемой эпигастральной правожелудочковой пульсации. При перкуссии отмечается увеличение левого предсердия, которое проявляется смещением верхней границы относительно сердечной тупости вверх. В целом можно сказать, что смещается третья дуга левого контура. А увеличение левого желудочка приводит к смещению кнаружи левой границы сердца или четвертой дуги левого контура. Иногда возможно смещение кнаружи и правой границы относительно сердечной тупости за счет возможного увеличения правого желудочка и правого предсердия. Смещение левой границы сердечной тупости кнаружи способствует, кроме увеличения левого желудочка, способствует гипертрофия правого желудочка, который при своем увеличении смещает дополнительно влево левый желудочек. Для недостаточности метрального клапана аускультативно характерно ослабление первого тона, вплоть до его полного исчезновения. Ослабление первого тона в первую очередь связано с отсутствием периода замкнутых клапанов. Это один из важнейших компонентов первого тона. И повышенное диастолическое наполнение левого желудочка, которое также способствует ослаблению первого тона. Иногда на верхушке выслушивается патологический третий тон, и в этом случае возникает ритм галопа. Характерным признаком недостаточности метрального клапана является систолический шум регургитации, начинающийся сразу после первого тона или вместе с первым тоном. Выслушивается он на верхушке сердца и проводится в левую подмышечную область по ходу обратного кровотока в систолу через неполностью закрытое метральное отверстие. При возникновении легочной гипертензии появляется акцент и возможное расщепление второго тона над легочной артерией. Напоминаю, что это третья точка аускультации, которая располагается во втором межреберье у левого края грудины. Прослушайте характерные аускультативные признаки недостаточности метрального клапана. Пациент находится на левом боку. Стетоскоп расположен в области верхушки сердца. Вы услышите систолический шум, который завершается вторым тоном. Первый тон настолько ослаблен, что мы его практически не слышим. Рассмотрим фонокардиограмму больного с недостаточностью метрального клапана. Вы видите, что основные аускультативные признаки данного порока были зафиксированы на верхушке сердца. Что мы видим на верхушке? Первый тон ослаблен. Затем вы видите убывающий треугольного характера систолический шум между ослабленным первым тоном и вторым тоном. После второго тона зарегистрирован патологический третий тон. В итоге у нас получился ритм галопа с характерным систолическим шумом на верхушке, возникшим после первого тона, который ослаблен. Теперь посмотрите на соотношение амплитуды второго тона над аортой и над легочной артерией. Отчетливо хорошо видно, что амплитуда второго тона над легочной артерией больше амплитуды второго тона над аортой. Соответственно, можно предположить, что у данного пациента имеется гипертензия малого круга кровообращения. И при аускультации будет выслушиваться акцент второго тона над легочной артерией в третьей точке аускультации. Рентгенологически при недостаточности метрального клапана выявляется метральная конфигурация 2. Она выявляется и при перкуссии сердца. Талия сердца при этом сглаживается за счет увеличения левого предсердия и отмечается увеличение левого желудочка. При декомпенсации выявляется увеличение правого желудочка. В том случае, если возникшая гипертензия малого круга кровообращения создала дополнительное сопротивление выбросу крови из правого желудочка в легочный ствол. На электрокардиограмме при недостаточности метрального клапана за счет гипертрофии и увеличения левого предсердия отмечается П-метрали в сочетании с признаками гипертрофии левого желудочка. При выраженной гипертензии на ЭКГ выявляются признаки гипертрофии правого желудочка. Я имею в виду гипертензию малого круга кровообращения. При проведении эхокардиографии выявляется неполное смыкание створок метрального клапана. Отмечается усиление амплитуды их диастолического движения. Выявляется увеличение полостей сердца, таких как левое предсердие и левый желудочек. Отмечаются признаки гипертрофии указанных отделов сердца. Может выявляться гиперкинезия стенок левого желудочка. При доплеровском исследовании выявляется обратный систолический ток крови в полость левого предсердия. Так называемая метральная регургитация, которая очень характерна для данного порока. Посмотрите на экран. Вы видите пример эхокардиографии в доплеровском режиме. И мы видим с вами визуально регургитацию крови из левого желудочка в левое предсердие. За счет неполного смыкания створок метрального клапана. Переходим к рассмотрению другого приобретенного порока сердца. Рассмотрим стеноз метрального отверстия. На данном слайде представлена гемодинамика у здорового человека. Слева и справа нарушение гемодинамики, возникающей у больного с метральным стенозом. Красным цветом обозначены гипертрофированные отделы сердца. Стрелками обозначены нормальный ток крови. Это красные стрелки. Красной волнистой линии затрудненный ток крови из левого предсердия в левый желудочек во время диастолы. И черными короткими стрелками расслабления мышцы сердца. У больного с метральным стенозом основные гемодинамические нарушения возникают во время диастолы левого желудочка. Во время диастолы левого желудочка кровь должна переместиться из левого предсердия в левый желудочек. То есть левый желудочек наполняется кровью из указанного отдела сердца. Однако при метральном стенозе отверстие сужено. И соответственно перемещение крови из левого предсердия в левый желудочек затруднено. Возникает перегрузка избыточным сопротивлением левого предсердия. Левое предсердие компенсаторно гипертрофируется. В дальнейшем при декомпенсации дилетируется. А поскольку кровь в левое предсердие поступает из малого круга кровообращения по легочным венам. Возникает довольно быстро при прогрессировании этого порока гипертензия малого круга кровообращения. И в дальнейшем нагрузка может распространиться уже на правый желудочек и на правое предсердие. В итоге при гипертензии малого круга кровообращения возникают приступы сердечной астмы. А при нагрузке на правые отделы сердца появляется симптоматика сердечной недостаточности по право-желудочковому типу. Посмотрите. Слева мы видим с вами здоровое сердце. Нейтральное отверстие имеет нормальный диаметр. И нет никакого препятствия току крови во время диастолы левого желудочка из левого предсердия в левый желудочек. А справа мы видим, что метральное отверстие сужено за счет склерозирования метрального клапана. Особенно оснований створок метрального клапана. И в этом случае возникает выраженная нагрузка на левое предсердие. При метральном стенозе больные предъявляют такие типичные жалобы, как одышка и кровохарканье. Эти жалобы связаны с возникающей гипертензией малого круга кровообращения. Это проявление сердечной астмы. При осмотре у больных с метральным стенозом характерна такая симптоматика, которую обозначают термином фациэс метралис. Отмечается и возникает характерное покраснение щек больного. Больные могут выглядеть при этом несколько моложе своего возраста. При развитии метрального стеноза в раннем детском возрасте возможно формирование сердечного горба. При гипертрофии правого желудочка, которая возможна при данном пороке, при его прогрессировании, можно выявить видимый сердечный толчок и патологическую эпигастральную пульсацию. При исследовании пульса часто обнаруживается симптом Попова-Савельева. Меньшее наполнение пульса на левой руке или так называемый пульсус дифференс по-другому. Пульсус дифференс возникает вследствие издавления левой подключичной артерии увеличенным левым предсердием. При этом пульс довольно часто может быть неритмичным. Пульсус и регулярис. В частности, характерно выявление мерцательной аритмии. Пальпаторно в области верхушки сердца выявляется так называемое кошачье мурлыканье. С медицинских позиций правильным термином следует считать термин диастолическое дрожание. Это синоним выражения кошачьего мурлыканье. Диастолическое патологическое дрожание в области верхушки сердца при метральном стенозе – это пальпаторный эквивалент низкочастотного диастолического шума. В эпигастральной области пальпаторно можно выявить патологическую правожелудочковую пульсацию, связанную с увеличением правого желудочка. Мы с вами уже хорошо знаем, еще раз назовем этот признак, усиление этой пульсации на вдохе, в отличие от физиологической пульсации брюшной аорты, которая не усиливается на вдохе. При перкуссии выявляется нейтральная конфигурация 1. Для нее характерна сглаженность талии сердца, которая возникает за счет гипертрофии левого предсердия. Левый желудочек может быть обычным или может уменьшиться со временем при прогрессировании порока, поскольку метральное отверстие сужено и поступление крови из левого предсердия в левый желудочек нарушается. Это и приводит к возможному его уменьшению. При высокой гипертензии малого круга кровообращения, которая характерна для метрального стеноза, развивается гипертрофия правого желудочка, которая приводит к смещению кнаружи или в левой границе относительно сердечной тупости. За счет того, что увеличенный правый желудочек оттесняет левый желудочек. При проведении аускультации для метрального стеноза характерно выявление хлопающего усиленного первого тона на верхушке. Усиление первого тона на верхушке при метральном стенозе связано с малым диастолическим наполнением левого желудочка. Характерен щелчок открытия метрального клапана после второго тона. И после щелчка открытия метрального клапана возникает диастолический шум. Он может быть убывающим в начале диастолы, нарастающим в конце диастолы или седловидным, убывающим-нарастающим. Сочетание усиленного хлопающего первого тона, второго тона, который может быть акцентирован над легочной артерией при гипертензии малого круга кровообращения, и тона открытия метрального клапана создает своеобразную трехчленную патологическую мелодию, которую мы называем ритмом перепела. Начальная часть шума в протодиастоле при метральном стенозе обусловлена прохождением крови через суженное метральное отверстие под влиянием градиента давления между левым предсердием и левым желудочком. Поэтому шум постепенно ослабевает к середине диастолы, и по мере выравнивания давления в полостях он мог бы исчезнуть. Однако за счет активного сокращения левого предсердия в фазу медленного кровенаполнения шум вновь возникает и усиливается к концу диастолы. Конец диастолы по-другому называют пресистолы. Пре – это перед. При мерцательной аритмии пресистолическая часть шума в конце диастолы не выслушивается, так как в этом случае систола предсердий отсутствует. Над легочной артерией может появиться функциональный диастолический шум грехомастилла, поскольку возникает гипертензия малого круга кровообращения. При этом легочная артерия расширяется и клапаны полностью не смыкаются. Это и приводит к появлению диастолического шума грехомастилла. Сами клапаны легочной артерии при этом не изменены или изменены несущественно. Поэтому такой шум называют функциональным. Прослушайте характерные аускультативные признаки метрального стеноза. Сначала вы услышите нарастающий в конце диастолы шум, который завершается усиленным хлопающим первым тоном, затем следует второй тон и щелчок метрального клапана. Посмотрите на экран. Вы видите фонокардиограмму больного с метральным стенозом. Основные симптомы располагаются в области верхушки. Посмотрите, в области верхушки мы видим хлопающий усиленный первый тон, затем следует второй тон, после него щелчок открытия метрального клапана, затем убывающий возрастающий седловидный шум после щелчка открытия метрального клапана. А теперь надо обратить внимание на соотношение амплитуды второго тона над аортой и легочной артерией. Очень хорошо видно, что амплитуда второго тона над легочной артерией значительно больше, чем амплитуда второго тона над аортой. Соответственно, у данного пациента имеется гипертензия малого круга кровообращений. И при аускультации над легочной артерией мы должны услышать акцент второго тона. При проведении рентгенографии органов грудной клетки и при проведении перкуссии выявляется метральная конфигурация сердца-1. Отмечается при этом сглаженность талии за счет увеличения левого предсердия и возможно появление признаков гипертрофии правого желудочка. Кроме того, возможно обызвестление метрального клапана. При проведении электрокардиографии выявляются признаки гипертрофии левого предсердия в виде высокого двугорбого широкого зубца П, П-метрали. Возможны признаки гипертрофии правого желудочка. Возможны симптомы мерцательной аритмии. При эхокардиографическом исследовании выявляется уменьшение диастолического расхождения створок метрального клапана, уменьшение амплитуды их движения, однонаправленное движение створок в диастолу. В норме задняя стенка смещается кзади, а при метральном стенозе более массивная передняя створка тянет ее за собой кпереди вследствие их сращения. Характерно удлинение времени раннего закрытия метрального клапана. Возможно увеличение полости левого предсердия и гипертрофии левого предсердия. А при выраженном стенозе возможно появление увеличения правого желудочка и правого предсердия. При этом площадь метрального отверстия уменьшается. При доплеровском исследовании определяется усиление скорости потока раннего диастолического наполнения левого желудочка. Рассмотрим пример электрокардиограммы у больного с гипертрофией левого предсердия. Как мы с вами установили, гипертрофия левого предсердия и его увеличение очень характерны для метрального стеноза. Что мы с вами видим на экране? Мы видим расширение и двугорбость зубца П больше 0,11 секунд. И это отмечается в первом стандартном отведении, во втором стандартном отведении, в отведении АВЛ и в левогрудных отведениях В5-В6. Кроме того, отмечается дополнительный признак гипертрофии левого предсердия. Двухфазный зубец П в отведении В1. Причем обратите внимание, что отрицательная фаза, она более выражена, чем положительная. Этот признак не является абсолютно обязательным, но при наличии главного признака расширения и двугорбость зубца П в первом, втором стандартном отведении АВЛ и В5-В6, данный признак двухфазный зубец П в отведении В1 усиливает диагностическую вероятность гипертрофии левого предсердия. Посмотрите на представленную вашему вниманию рентгенограмму. Мы с вами видим, что третья дуга левого контура, представленная левым предсердием, смещена за счет гипертрофии левого предсердия, то есть талия сердца сглажена. Это характерный признак метрального стеноза. При этом левый желудочек не увеличен, что также характерно для данного приобретенного порока сердца. У пациентки сочетанный метральный порок, то есть имеется не только метральный стеноз, но и недостаточность метрального клапана. Однако метральный стеноз преобладает. А вот эта пациентка с сочетанным метральным пороком сердца с преобладанием стеноза. Ей более 60 лет. Но мы с вами видим характерный для метрального стеноза симптом – фациэс метралис. Рассмотрим нарушение гемодинамики при недостаточности трехстворчатого клапана в сопоставлении с нормальной гемодинамикой у здорового человека. При недостаточности трехстворчатого клапана он смыкается не полностью во время систолы, что приводит к частичной регургитации крови из правого желудочка в правое предсердие. Это иллюстрирует красная стрелка изогнутой формы. Возникает перегрузка избыточным объемом сначала правого предсердия, а затем и правого желудочка, поскольку во время диастолы из правого предсердия в правый желудочек вернется большее количество крови. Компенсаторно возникает гипертрофия правых отделов сердца. И вот это основные изменения, которые характерны для нарушения гемодинамики при данном пороке. При дальнейшей декомпенсации порока возникает гипертензия в большом кругу кровообращения, что может привести к набуханию шейных вен, к увеличению печени, к появлению асцита и к появлению отеков на нижних конечностях. У больного с недостаточностью трехстворчатого клапана при осмотре выявляется набухание и пульсация шейных вен, так называемый положительный венный пульс, который возникает вследствие регургитации крови из правого желудочка в правое предсердие, которая во время систолы правого желудочка наполняется кровью из полых вен, а регургитация крови из правого желудочка обратно против нормального кровотока в правое предсердие препятствует данному процессу. В прекардиальной области при недостаточности трехстворчатого клапана может наблюдаться сердечный толчок, как проявление гипертрофии правого желудочка, и патологическая эпигастральная правожелудочковая пульсация. Характерным признаком данного порока является наличие сердечного толчка и эпигастральной пульсации, что подтверждается данными пальпации. При перкуссии правая граница относительно сердечной тупости смещается кнаружи за счет дилетации правого желудочка. Кроме того, увеличение правого желудочка может сместить влево левую границу относительно сердечной тупости. При аускультации у основания мечевидного отростка будет определяться ослабление первого тона за счет отсутствия периода замкнутых клапанов и систолический шум регургитации крови в правое предсердие. Прослушайте характерные аускультативные признаки у больного с недостаточностью трехстворчатого клапана. Стетоскоп находится в четвертой точке аускультации, над мечевидным отростком. Вы услышите систолический шум, первый тон практически отсутствует, и после систолического шума второй тон. Шум будет эрадиировать от мечевидного отростка вверх и вправо. При проведении электрокардиографии выявляются признаки гипертрофии правого предсердия. Эти признаки мы называем термином П-пульмонали. Кроме того, выявляются признаки гипертрофии правого желудочка. В случае проведения эхокардиоскопии или УЗИ сердца отмечается увеличение амплитуды и разнонаправленное движение створок трикоспидального клапана, а также выявляется дилетация правого желудочка и правого предсердия, усиленная пульсация их стенок, отсутствие полного систолического смыкания створок клапана. При доплеровском ультразвуковом исследовании выявляется трикоспидальная регургитация за счет обратного систолического тока крови из правого желудочка в правое предсердие. На данной электрокардиограмме представлены характерные и резко выраженные признаки гипертрофии правого предсердия. Мы видим высокий заостренный больше 2,5 мВ зубец П, который отчетливо регистрируется во втором стандартном и третьем стандартном отведениях, а также в отведении АВФ и в отведении В1. По ширине данный зубец не превышает нормы, а по амплитуде значительно увеличен. Это и есть П-пульмонали. Данная иллюстрация получена при проведении ультразвукового доплеровского исследования пациента с недостаточностью трехстворчатого клапана. Мы с вами визуально видим трикоспидальную регургитацию крови из правого желудочка в правое предсердие. Рассмотрим другой приобретенный порог сердца – недостаточность клапанов аорты. Основные причины появления данного порока – ревматизм, более чем 80% случаев, инфекционный эндокардит, сифилис, диффузные заболевания соединительной ткани, травматическое повреждение и некоторые другие заболевания. Помимо органической недостаточности клапанов аорты, выделяет относительную недостаточность, когда изменения клапанного аппарата отсутствуют. Однако из-за значительного расширения аортального отверстия створки клапана в период диастолы полностью не смыкаются. Такая ситуация возможна при гипертонической болезни, атеросклерозе и расслаивающей аневризме аорты, в частности при сифилитическом аортите. Морфологически недостаточность аортального клапана проявляется различными изменениями, такими как фиброз, деструкция клапана, перфорация полулуни. Рассмотрим нарушение внутрисердечной гемодинамики у больного с недостаточностью клапанов аорты в сопоставлении с нормальной гемодинамикой у здорового человека. Красным цветом обозначены гипертрофированные отделы сердца. В данном случае это левый желудочек. Почему возникает гипертрофия и дилетация левого желудочка? В диастолу аортальный клапан смыкается не полностью, поэтому часть крови регургитирует из аорты в левый желудочек. Это иллюстрирует красная изогнутая стрелка. Возникает перегрузка сначала избыточным объемом левого желудочка, затем компенсаторно миокард левого желудочка гипертрофируется. Больной с недостаточностью клапанов аорты чаще всего жалуется на боли в области сердца. Эти боли могут иметь стенокардитический характер или быть фактически идентичными приступу стенокардии. Помимо этого часто отмечается ощущение усиленной пульсации сонных артерий и сердцебиения. При осмотре выявляется очень много показательных симптомов. В частности, характерна бледность кожных покровов. Пульсация сонных артерий, которую называют термином пляска-каротит. Синхронное с пульсом на сонных артериях покачивание головы. Это симптом Мюсе. Пульсация зрачков. Пульсация мягкого неба. И так называемый капиллярный пульс или симптом Квинке. Это синхронное с пульсом изменение интенсивности окраски ногтевого ложа или появление пятна гиперемии после растирания кожи на лбу. Пульсирует при этом не капилляры, а мягчайшие артериолы. Все указанные симптомы имеют общий патогенез. Какой? При недостаточности клапанов аорты клапаны полностью не смыкаются. И во время диастолы часть крови регургитирует из аорты в левый желудочек. Левый желудочек переполняется кровью. Во время систолы из-за этого из левого желудочка в аорту поступает большее количество крови. Вот и получается. Во время диастолы уменьшается просвет сосудов, например, сонных артерий. А во время систолы значительно увеличивается. Возникает, например, их пляска. И такое же происхождение имеет вышеперечисленные другие указанные мною симптомы. При осмотре прикардиальной области выявляет смещенный кнаружи и вниз верхушечный толчок. А также возможно выявление ретростернальной пульсации. Пульс больного с недостаточностью клапанов аорты скорый, высокий, целер-эт-альтус, учащенный, фриквенс. Верхушечный толчок смещен влево или влево и вниз. Он разлитой и усиленный. Может быть резистентным. При перкуссии выявляют характерную аортальную конфигурацию сердца. Которая характеризуется значительным смещением кнаружи левой границы относительно сердечной тупости и подчеркнутой талии сердца. Левое предсердие при недостаточности клапанов аорты, как правило, не увеличивается. Почему? Потому что левый желудочек обладает мощными компенсаторными возможностями и длительно компенсирует данный порог сердца. И лишь в дальнейшем, когда может появиться дилетация левого желудочка, может возникнуть относительная недостаточность метрального клапана с возможной перегрузкой избыточным объемом левого предсердия. При аускультации на верхушке отмечается ослабление первого тона, в основном за счет гипертрофии левого желудочка и повышенного диастолического наполнения. Над аортой второй тон ослаблен, так как отсутствует период замкнутых артальных клапанов. Иногда может вообще не выслушиваться. В случае гипертензии малого круга кровообращения может возникнуть акцент второго тона над легочной артерией. Главным аускультативным признаком недостаточности артального клапана является диастолический шум, возникающий вследствие регургитации крови из аорты в левый желудочек. Шум появляется сразу после второго тона, уменьшается по интенсивности к концу диастолы, выслушивается над аортой и в точке ботки на эрба. Это пятая точка аускультации у левого края грудины в четвертом межреберии. Нередко над аортой можно выслушать и систолический шум, связанный с усилением тока крови через относительно узкое для увеличенного систолического объема усть аорты. При отсутствии второго тона сочетание этого шума с диастолическим создает своеобразный шум пильщика, в котором по сравнению с комбинированным аортальным пороком сохраняется преобладание диастолического компонента. При очень большой регургитации из аорты в левый желудочек на верхушке может появиться функциональный пресистолический или по-другому диастолический шум флинта, вследствие прикрытия обратным током крови створки метрального клапана, что создает относительный метральный стеноз и затрудняет перемещение во время диастолы крови из левого предсердия в левый желудочек. При недостаточности артального клапана надбедренной артерией может выслушиваться двойной шум виноградово-дюразье и двойной тон траубы. Систолическое артериальное давление при артальной недостаточности повышено, а диастолическое артериальное давление снижено, иногда может вообще не определяться, что приводит к значительному усилению пульсового давления, которое представляет собой разницу между систолическим и диастолическим давлениями. Прослушайте характерные аускультативные признаки больного с недостаточностью клапана фаорты. Стетоскоп находится над второй точкой аускультации, это второе межреберье справа у грудины. Либо стетоскоп может быть расположен в точке Боткина-Эрба. В представленном вам аускультативном примере отсутствует первый тон. Вы услышите диастолический шум, который очень характерен для данного порока, и этот шум завершается первым тоном. Рентгенологически при недостаточности клапанов аорты выявляют дилетацию и гипертрофию левого желудочка. Сердце приобретает характерную аортальную конфигурацию с подчеркнутой талией. По-другому такую конфигурацию называют формой сидячая утка. Увеличение левого желудочка при этом пороке выражено значительно больше, чем при стенозе устья аорты. На электрокардиограмме выявляют признаки гипертрофии левого желудочка. Возможна его перегрузка. При проведении эхокардиографического исследования фиксируют отсутствие полного смыкания створа аортального клапана в диастолу. Отмечает увеличение диаметра и усиление пульсации стенок аорты, дилетацию полости и гиперкинезию стенок левого желудочка. Диастолическое дрожание передней створки метрального клапана. Это ультразвуковой эквивалент шума флинта. При доплеровской кардиографии определяет ретроградный диастолический кровоток, обратный против нормального тока крови, выносящем тракте левого желудочка. Вашему вниманию представлена аортальная конфигурация сердца, которая характерна в целом для аортальных пороков. Мы с вами видим значительное увеличение левого желудочка. Левая граница относительно сердечной тупости смещена влево. Меняется четвертая дуга левого контура. Талия сердца подчеркнута. Вы видите фонокардиограмму больного с недостаточностью клапанов аорты. Фонокардиограмма зарегистрирована над аортой. Отмечается уменьшение амплитуды тонов и убывающий диастолический шум после второго тона, перед первым тоном. А это электрокардиографические симптомы гипертрофии левого желудочка, которая очень характерна для аортальных пороков сердца и в том числе для недостаточности клапанов аорты. Вы видите увеличение амплитуды зубца R в первом стандартном отведении в АВЛ, В5, В6. Отмечается нарастание амплитуды зубца R от В4 к В5, В6. И имеется симптом соколово-лайона. Это когда сумма R, В5 и S, В1 по амплитуде превышает 35 или, по некоторым данным, 38 мВ. Это пример доплеровского эхокардиографического исследования, во время которого мы с вами видим артальную регургитацию крови из аорты в левый желудочек. Во время диастолы рассмотрим еще один приобретенный порок сердца – артальный стеноз. Слово «стенозис» означает сужение, усть аорты. Артальный стеноз встречается в изолированном виде реже, чем в сочетании с артальной недостаточностью. Причины артального стеноза – это ревматизм, атеросклероз и реже инфекционный эндокардит. Анатомические изменения при артальном стенозе сводятся к сращению фиброзно измененных створок артального клапана. Рассмотрим нарушение внутрисердечной гемодинамики при стенозе усть аорты в сопоставлении с нормальной гемодинамикой у здорового человека. Мы видим, что вследствие сужения аорты создается избыточное сопротивление давлением на левый желудочек. Усть аорты сужена, ток крови через аорту затруднен, что иллюстрирует стрелка красного цвета изогнутой формы. Левый желудочек гипертрофируется и в дальнейшем дилетируется. Для больных с артальным стенозом характерны стенокардитические боли, возникающие в связи с малым сердечным выбросом, абсолютной недостаточностью коронарного кровообращения. Кроме того, стенокардитические боли связаны с выраженной гипертрофией левого желудочка, а это пример относительной недостаточностью коронарного кровообращения. Кроме того, у больных с артальным стенозом могут отмечаться головокружение, головные боли, обмороки в связи с недостаточностью мозгового кровообращения, опять-таки из-за малого сердечного выброса. При осмотре характерна бледность кожных покровов, смещение влево и вниз верхушечного толчка, пульс на лучевых артериях медленный, пульсус тардус, редкий, пульсус рарус. При ослаблении миокарда может быть малым, пульсус парвус. Верхушечный толчок резистентен, уширен, смещен влево и вниз. Характерно систолическое дрожание над аортой. Это пальпаторный эквивалент систолического шума над аортой. При перкуссии левая граница относительно сердечной тупости смещена кнаружи. Вследствие постстенотического расширения аорты может выявляться смещение кнаружи границ сосудистого пучка. Талия сердца при аортальном стенозе подчеркнута, поскольку левое предсердие, как правило, не увеличивается. Возникает характерная аортальная конфигурация сердца. При аускультации на верхушке отмечается ослабление первого тона, в основном за счет гипертрофии левого желудочка и повышенного диастолического наполнения. Над аортой второй тон ослаблен. При гипертензии малого круга кровообращения выявляется акцент второго тона над легочной артерией. Почему при аортальном стенозе ослабевает второй тон? Дело в том, что за счет сужения аорты во время систолы левого желудочка выброс крови в аорту уменьшается. Поэтому в диастолу закрытие артального клапана происходит под меньшим давлением крови со стороны аорты, что и приводит к ослаблению второго тона. Основной важнейший аускультативный признак аортального стеноза – это грубый интенсивный систолический шум над аортой, который проводится на сонной артерии. Систолическое и пульсовое артериальное давление обычно снижены. Диастолическое давление – нормальное. Прослушайте характерные аускультативные признаки аортального стеноза у пациента. Вы услышите грубый систолический шум, который завершается вторым тоном. Первый тон при этом не слышен. Он ослаблен. При проведении рентгенологического исследования больного с аортальным стенозом выявляют аортальную конфигурацию сердца. Иногда выявляют обизвестление аортального клапана с расширением начальной части аорты. На фонокардиограмме обнаруживают характерные аускультативные признаки аортального стеноза, которые мы только что с вами рассмотрели. При проведении электрокардиографии выявляют признаки гипертрофии левого желудочка. Эхокардиография позволяет выявить уменьшение амплитуды систолического раскрытия, утолщение и ограничение подвижности створок аортального клапана. Хорошо видны признаки гипертрофии левого желудочка. Отмечается уменьшение площади аортального отверстия, дилетация восходящей части аорты, так называемое постстенотическое расширение. При доплеровском исследовании выявляется значительное увеличение максимальной скорости кровотока через суженную усть аорты. Посмотрите на фонокардиограмму больного с аортальным стенозом. Мы вновь с вами видим запись на верхушке, затем в точке Боткина, над аортой и надлегочной артерией. Во всех этих точках с эпицентром над аортой регистрируется грубый ромбовидный систолический шум между первым и вторым тоном. Это важнейший и характерный признак данного порока. Теперь посмотрим на верхушку. Первый тон на верхушке ослаблен. Это связано с возникающей гипертрофией левого желудочка. Второй тон над аортой практически не определяется. Механизм ослабления второго тона при аортальном стенозе мы с вами только что рассмотрели. Еще раз обращаю ваше внимание на характерную ромбовидную форму данного шума, которая изображена на данной фонокардиограмме. Вот это визуальное восприятие помогает нам лучше понять данные аускультации. Вы видите таблицу, в которой в интегральном виде приведены основные симптомы приобретенных пороков сердца, которые мы с вами сегодня разобрали. А это продолжение данной таблицы. Кафедра пропедевтики внутренних болезней традиционно желает вам крепкого здоровья и успехов в освоении профессии врача.